Также сегодня временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров поручил разработать механизм, который позволит существенно увеличить число камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах республики. По его мнению, история регулирования транспортных потоков и нарушений ПДД не придумала ничего лучше, как усиление наказания и его неотвратимость. С этим могут помочь дорожные камеры. На данный момент в регионе чуть более 200 таких постов, в то время как в соседнем Татарстане почти полторы тысячи. Радий Хабиров поручил Госкомитету по транспорту и дорожному хозяйству взять на контроль участки концентрации автоаварий в нашей республике. Таких на территории региона 138. Семь из них находятся на федеральных дорогах, а остальные на республиканских. А что мы делаем с камерой фото и видеофиксации? Я не знаю, мы неоднократно думали об этом и анализировали, что происходит. Мы обязательно должны увеличить. Меня совершенно не устраивает увеличение на 50 в год. Мы должны валом это увеличить в течение ближайших года-двух. И тогда мы все-таки эту волну, наверное, собьем. Потому что нет ничего лучше, как отрезвляющее поведение. С этим мы договорились. Тогда по камерам фото и видеофиксация. Пока на данный момент мы признаем, что мы крайне отстаем и крайне неудачно у нас ситуации в этой связи. По мнению экспертов, помочь навести порядок на дорогах могут не только камеры, но и профилактические мероприятия с детьми. Пусть они еще не водят машины, но когда станут водителями, будут управлять транспортным средством в строгом соответствии с правилами. На данный момент соответствующая работа с детьми ведется. В частности, в муниципалитетах возводятся детские автогородки. Конечно, трудно почитать, сколько мы детям спасли жизни или уберегли от получения травмы. Но даже если там троим, четырем, пятерым мы спасли жизни, это значит, мы работаем не зря. Кстати, в этом году мы сейчас запланировали. На следующий год также эту работу будем проводить. Мы автогородок сделаем в городе Сибая. Кстати, будет помогать нам в том числе спонсоры. Это Денис Андреевич Назаров. Мы с ними этот вопрос несколько раз обсуждали. То есть это будет такой красивый автомобильный городок детский. Это будет прямо в парке в центре города Сибая. Это, во-первых, будет украшением. Не только украшением, конечно, основное, чтобы дети туда приходили и изучали правила дорожного движения. Кроме того, как сообщается, республика планирует закупить 663 камеры фиксации нарушений ПДД стоимостью более 2 миллиардов рублей по инвестиционной схеме на 7 лет. Два года уйдет на установку оборудования, а еще пять лет на выплату за эксплуатацию камер.